Ой, привет, ты меня светишь лукой. Да, у нас тут реально прикол получился. Оказалось, чтобы Наташу завтра вакцинировать. Нужно ей срочно сделать тест, чтобы она его показала. У нас это, квест. Тренировка срывается. Ну ладно, мы быстро бежим в мол, в джиме мол. Много раз снимали этот мол для вас. И за 65 дирхамчиков делаем Наташу тест. И у нас время до завтра. Завтра должен быть результат просто. Все. Надеемся, что все будет нормально. Он милая женщина уже Наташу ждет. Уже палочку приготовила. Да, палочку в носик, готовьте носик. Вот такая у нас сегодня ситуация веселая. Просто все на нервах, все на нервах. Так еще и дождь пошел. Да, еще и дождь пошел, когда мы ехали. Сейчас дороги могут заблочить вообще. При входе айфона тебе тыкнут в лицо и там какие-то волны определяют, болен ты или не болен. Да, да, да. Еле в мол прошли. Может быть я еще нас забуду на тест отправить. Хотя мы и так на тест приехали. Все, все, все. Все, сейчас к нам все дадут. Я даю с тобой телефон, может там себя смею. Нет, я не помню. Ладно, давай. Саньки. Идем сюда. Нет, я здесь. Я тоже здесь. Окей? Чего? Смотри, меня еще пустили. Меня радует, что ничего не проверили. Хотя у меня и так есть. Ты хочешь снимать? Ничего, люди добродушные, нормально. Вот все показывают. Все можно делать приятно. Вот. Вот. Сейчас посмотрим. Размер палочки. А, Ташка смешная. Все хорошо. Thank you. Goodbye. Все отлично. Мы добрались до зала, но что-то тренироваться вообще как-то. Ну, никакого желания. Устали капец. Сейчас молимся на негативные результаты, иначе просто она здесь закроет на две недели и никуда мы не полетим. Бег с препятствиями на месте. Как устали от этого. Два года никуда не летали. А до этого мы летали 12 раз в год. Считайте, по перелету в месяц. Просто капец какой-то, реально, с этим всем вирусом. Ну, ничего. Сейчас полежим на тренажерах, вдохнем. Обнимаем тренажеры. Я вся мокрая просто. У нас какой-то бег был. Я еще обретаю тебе. Нам этими телефонами, такими айфонами там. У нас же новые правила, есть ли у вас какой-то или нет. Работают электроволны. Хочешь, мол, тебе так раз в лицо в сигюрите айфон. Ну, хорошее из этого, что у всех сигюрите есть в айфоне. Ну, это ж не личное. Просто так волны пошли по тебе. Нет, проходи. А если ты позитивный, тебя заберут, тебе сделают тест. Короче, мне. Молы лучше не ходить. Ставьте лайки, подписывайтесь, да? Ставьте лайки, подписывайтесь. Лица у нас, конечно. Лица у нас очень. Требуют. Требуют. О, жара, дождь, короче. Плюс 49 и дождь. Это круто, да. Влажность большая, так все нормально. Ну, все. До новых встреч, пока. Пошли мы тренироваться. Кстати, пока ждем посадочку. Расскажем вам, как мы летели в Мау. Сначала, ну, школа покупает билет, потом Наташка берет все билеты. Мы летим вместе. Сначала купили билет на одночаску. Мау продавала, продавала билеты, а потом, как оказалось, не три рейса в день, а оставили два рейса в неделю. И мне срочно пришлось менять билет. Соответственно, Наташке пришлось менять билет. Поверьте, такая истерика была дописаться. Дозвониться сложно. Может, за Эмиратов мы не будем Украину звонить. Так вот, мы дописались на Фейсбуке. На Фейсбуке, в мессенджере мы дописались. Но они отлично отвечают. Да, они отлично отвечают. Через сутки ответили, да. Поменяли нам билеты. И потом смотрю, что школа нам не разрешает лететь. Я просто хитро взяла билет на субботу, а последний день был у нас воскресенье. Смотрю, школа лететь не разрешает. Потом я еще узнала, когда я прохожу паспортный контроль. Моему спонсору той школе сразу приходит мейл и смс, что я пересекла границу. Думаю, ну, будем лететь на страх и риск. Как бы, ну, что тут такого? Вроде как работа онлайн, может, не заметит, что я улетела. Но, так как Наташе повезло, она турист, но ей удалось попасть на первую дозу вакцинации, мы решили ждать и второй дозы вакцинации. Нет, так, подожди, так, ну, уже, значит, ты уже смотрела с тем, что ты, как бы, должна проситься идти раньше. Да, и так как рейс, рейс, так как рейс два раза в неделю, представляете, нас отбросила вот это все. Рейсы были только в пятницу и в субботу, нас отбросила на сегодня, на пятницу отбросила, то есть вообще. Это просто, даже мне говорят, не ори, не ори. Но я не могу говорить тихо, я не могу говорить тихо, потому что меня не будет слышно, вот. Так, если, если хотим быть блогером, нужно, значит, разговаривать глобко. Поэтому у нас такие приключения были, которые мы вам будем показывать, рассказывать, и про вакцину. В этом видео вы узнаете, как Наташа ее доделала, и про все, про все вообще приключения, заключения, как мы добирались, добирались, добирались. О, вот, жду Наташу сейчас. Пропихнули ее на вакцину, что-то странное. Не хотят уже Pfizer давать многим, какие-то очереди, какие-то записи, booking. Вот сзади меня вход, вот тот вот вход на Синофарм, где девочки стоят. Так что ждем, слава богу, надеюсь, ей вколят в ее вторую дозу Pfizer, и можно будет уезжать, улетать с чистой совестью. Народ, привет! Привет! Уже в кафешке Коста сели, уже, фу, столько переделали сегодня, и Наташу вчера тест сделали, и потренироваться успели. И вакцинацию сегодня вторую сделали. В общем, сейчас просто наслаждаемся. Получили положительный, то есть, наоборот, перезапишем. Чего перезапишем? Тест негатив, отрицательный, реально свезло. Представляете, это вот вся вот была бы трата, а зря. Если бы тест вдруг пришел бы положительный. Никуда бы не улетели, застряли бы на две недели, Наташу бы в карантин посадили. И каждый раз теперь об этом думает, такой стрелок, реально. Сейчас сидим в прекрасной кафешке, сейчас покажем вам кафешечку. Кафешка просто прикольная, всего лишь два человека. Здесь приятная музыка играет, надеюсь, YouTube не заблочит. Называется Коста. Чем она знаменита? Обычно, как мы говорим, здесь сидят женихи. И сидят, очень много здесь сидит людей, которые в кондорах, которые местные. Вот мой Коста, Американо. Вот моя маска, не волнуйтесь, мы в маске. Вот мы взяли чизкейк, попробуем. Мы скушаем исключительно в маске. Да, и Наташин вкуснейший, я надеюсь, вкуснейший. Это у нас что? Плате, капучино. Капучино. Это какой-то японский чизкейк. А, токио чизкейк, это токио. Давай, на что будешь пробовать? Слушай, подожди, это все хорошо, что вы думаете. А зачем мы вообще это все делали? К чему эти все гонки? Людям не нужно звонить, нет? Мы уже сидим в аэропорту и рассказываем. А, мы в аэропорту сидим? Мы уже сидим в аэропорту и им все рассказываем. Давай, Даша будет пробовать чизкейк. Как это все будет выглядеть сейчас? Ага, вот так вот. Новый телефончик, он снимает хорошо, я думаю. Так, моя первая лекция, да? Сколько он, 19 дирхан стоит, да? Нам чек не дали, кстати. Но все вместе стоило 65 дирхан. Ну, симпатично. Симпатично? Значит, оно покажется. Он такой, мне как он, как и риск. Дайте в камеру. Ну, сейчас разрезали, не как и, да, шоколад, а как и риск. Он неприторно-сладкий, очень хорошо посохоренный. Мне нравится. А сверху это шоколадный, как бы гус. Ну, давай. Реально шоколадный. Скажется. Вот, так что, вот такие вот у нас дела. Мы очень надеемся, что мы прилетим. И всем будет хорошо. А давай еще расскажу, хорошо, не хорошо. Мне сделали вторую эту прививку, на букву Эк называющуюся. Да, ухольчик будем называть так, чтобы в YouTube ничего не глочил. Называем прививку хольчик. Так вот, в первый раз, когда делали, вообще, ну, спросили, как там, аллергия, самочувствие, такое. Померили давление. И сделали, и большой привет уходили. А сегодня, когда я пришла, то женщина, которая давала талончик, она там, как обычно, наверное, там, на машине выдает талончик, она мне переспросила три раза, как вы себя чувствуете, вам не плохо ли, именно я ничего не делаю. Я на нее смотрю, ну ладно, нет, нет. Наташа у Файзер, поэтому, может, вторая порция, говорят, хуже дается. Ну, не знаю. Потом, когда я пошла делать, меня тоже переспрашивала уже эта медсестра, которая непосредственно делает. И она, значит, она тоже переспрашивала, как прошло, сейчас как себя чувствуете. Ну, смерила давление, сделала и сказала еще 10-15 минут подойти к другой стойке, к другой медсестре, там посидеть, и она вас проверит, как у вас сделано. Да, вдруг что-то у вас это побольше уколы. Ну, да, мало ли это. Я вот поняла, что вот так оно и должно, в принципе, быть, а не так, что сделали, и давай, куда хочешь, иди. Ну, то есть, я прождала, она, значит, быстро спросила, ну, как быстро, она спросила, как себя чувствую, покажите место укола, я показала, она посмотрела, пощупала вокруг и сказала, если будет плохо, то, ну, если боль, то пейте понадол и не массажировать, ничего не делать. Да, еще, кстати, наша знакомая делала этот вот уколчик вчера, второй, и сказала, что если предложить место уколчика монетку, монетка прилипает. Ой, это так было смешно. И Таша, конечно, повелась, пошла проверять. Я поэкспериментировала, взяла две монеты, 50 филсиков и один дирхам, 50 филсиков магнитился, а один дирхам не магнитился. Ну, мы на магнит проверили, и Таша проверяла. Значит, я прикладываю 50 филсиков. Она прилипла. Держится магия Ольке глаза такие. Нет, Олька сказала Филе, что такое плечо. Ну, подожди. Ну, магия прошла, говорит, приложи на второе плечо. Смешула тоже прилипла, на мёдра тоже прилипла. Подожди. То есть, что-то будет думать, что что-то не так в вакцинации вы прикладываете, и оно здесь держится, и не просто монетки прилипают. Магия прошла быстро, и дирхам тоже прилип, но дирхам прилипало хуже, да, и к ногам прилипало, всё прилипало. Так что это всё, пожалуйста, не видеть. Как все это шутки? Не ведите. Ну, это детские какие-то шутки, но на самом деле взрослые тети повелись на эти шутки, да? Мы сделали эксперимент, нам было приятно. Мы его не засняли, потому что Ютуб забанил голые тела. Чего? Оголённый участок сидел? Переносимся сейчас, надеемся, надеемся, что мы уже сидим там, в аэропорту Дубаи. И расскажем вам про аэропорт. Ну, продолжаем рассказывать вам про аэропорт. Вы ставьте лайки, желайте путешествия себе, нам. В общем, и кто поставил лайк, написал хороший коммент, вам карма просто, вот, плюсище. Всё, в аэропорт. И, наконец-то, мы в аэропорту. Честно, спустя два года вообще вот не верится даже. Я хотела, чтобы мы сели, рассказали, но если бы мы сидели с людьми, наверное, там, сейчас покажу. Людям, наверное, ещё больше бы офигевали. Ну, что, мы сидим, разговариваем. Много же людей, блогеров, орут, вот. Чудо, ты кто? Ой, это у тебя глазки такие? Привет! Ой, боже, оно движется. Я тебя боюсь. Ладно, пока, Тали. А что он делает? Я не могу понять. Я не понимаю, что он за мной едет, и мне едет, а я сюда пойду. Пошли, пошли. Он на меня откликается. Это помощник какой-то. Ну, что он помогает, я не могу понять. Что там написано? Ай-чек шелф. Что, полки какие-то он проверяет? Ку-ку-ка, я думаю. Привет! А мне поедешь, Лиза? Иди, иди, иди. Иди. Ну, теперь я... Еще раз скажем про очередное наше препятствие. Видим, здесь идет такое рытье канав, но нигде нету перехода. Вот мы вышли из дома. Нам завтра выходить с двумя огромными сумками, с чемоданом, с рюкзаком, ноутбуком и еще с двумя сумками. Опа! И куда же нам обходить? Вон Наташа идет, машет, мусор выкидывает. И смотрите, мы обходим, выкидывает мусор. Еще раз. Мостик никто положить не догадался. Обычно мы выходим из дома, здесь стоит машинка, таксишка или там Сунил, кого мы заказали. Куда же нам обходить? Аж! Аж, аж, я даже не знаю. У меня, наверное, у сумки просто отобьются все колеса. У меня такая трехэтажная сумочка. Ох! Вот эта вот штучечка. В 6.30 утра нас будет уже неделю. Ну, зачем нам спать, что там уже? Вот. Все еще показываю канавку. И показываю, сколько же мы будем обходить. А, уж дорыли вот сюда вот. Сколько мы будем тащиться с чемоданами. И дай бог мы завтра вот там вот выйдем. Выйдем мы, знаете, через какой-то песок, асфальт. Наверное, отобьем все колеса, сумки и чемодану. Сумкам и чемодану. Хотя, наверное, я возьму с собой чемодан и большую сумку. У меня два места. И здесь, наверное, нас будет ждать машина. То есть вообще вот. Вот с мартики. Вот нельзя где-то проход было сделать. Люди должны ходить вот через непонятно что. Я боюсь, что завтра еще мы-то уезжаем поздно ночью. То есть еще прокопают куда-то. Ну, это будет прикол. Так что Наташа у нас вакцинирована Пфайзером. Не просто так. Все-таки Пфайзером. Пфайзер. А все пишут Пфайзер. Грати, а Филипп как? Пфилипп. По-твоему. Филипп, Филипп, а ты Пфайзер. Вот. А у меня китайская Синофарм. Видео, кстати, я постила и про вакцину. И как я думала и боялась ее делать, тоже можете смотреть. Так что путь наш в аэропорт был долгий. Мы меняли три раза. Скажем так, многие гонят на Мау. Но Мау поменяла мне первый билет, потому что они виноваты. Они отменили рейс. И поменяла потом билеты бесплатно. Один раз бесплатно и второй раз бесплатно. То есть, ну... Все уже на посадке. Да. Уже зло. Покажи, как люди побежали. Север. Туда, 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 туда. Вот люди идут на посадку. Люди бегут на посадку. Места у нас есть. Идем, а то сейчас это место. Да. Нет, места не займут. На самом деле, народ, никто места не займет. Но может не хватить места, когда ты на полочку багаж кладешь. А я люблю, чтобы мой ноутбук, мой рюкзак стоял возле меня, сверху. А не где-то там, на другом месте. Все. Будем идти.